привет меня зовут виктор и ты на канале дневник начинающего подвоха сегодня я хочу продолжить разговор о ножах я хочу сравнить серрейторную заточку и плейновую заточку в прошлом видео я говорил что для подводной охоты я предпочитаю плейновую заточку серрейторная заточка не очень подходит для подводной охоты почему я так считаю я объясню в конце ролика а сейчас перейдем к экспериментам я приготовил несколько ножей которые имеют разные серрейторы и разный срок службы есть новый нож есть нож больше пяти лет которому которые точились правились вот и сейчас я хочу сравнить разные серрейторы разные заточки и на основании этого я уже могу объяснить свои выводы по поводу нелюбви к серрейтору на этом испытании у нас будет хозяйственный шнур диаметром два с половиной миллиметра внутри у него находится еще центральная жила вот такая вот то есть оплетка центральная жила он достаточно прочный посмотрим как ножи справятся этот нож новый им еще с ним еще никто ни разу не нырял он вот из магазина ни разу не резанный ничего не делали плейн и серрейтор серрейтор на мой взгляд неправильный такой серрейтор вообще в принципе плохо режет ну сейчас мы все это и проверим вначале плейн ну режет не очень хорошо но режет теперь серрейтор отвратительно здесь очень глубокие насечки очень острые гребешки и он получается как пила он не режет он пилит он вгрызается туда его очень тяжело водить как видите он середину вот даже не отрезал то есть это только оплетку снял а середина так вот она так и осталась не срезана то есть такой серрейтор в принципе нехорош брать ножи с таким серрейтором вообще не стоит следующий нож вот такого типа этому ножу год в прошлом году человек начал с ним нырять как он говорит использовал его пару раз подтачивал вот эту грань серрейтор здесь выполнил как как и на предыдущем ноже но более грамотно то есть насечки не такие глубокие вот отсюда лучше видно соответственно резать он должен получше но серрейтор выполнен всего на пол лезвия то есть здесь остальная площадь неэффективная она заточена но заточена очень грубо то есть резать ей ну плохо вот человек пытался эту грань подточить ну насколько эффективно он это сделал посмотрим вот эту грань и он подтачивал посмотрим что как покажет себя этот нож plane ну не очень хорошо режет режет но неэффективно теперь серрейтор этот серрейтор сделан лучше чем тот поэтому режет достаточно неплохо попробуем теперь вот и вот эту часть вообще неэффективно режет режет в принципе но не очень хорошо следующий нож у меня вот такой этому ножу два года он работал не так много но несколько раз резал ничего не подтачивалась не серрейтор не plane ничего не подтачивалась как вот было завода так и есть попробуем как в каком виде он сохранился plane отлично режет серрейтор ну тоже вполне неплохо заводская заточка серрейтор правильный канавки не очень глубокие заточка хорошая острый здесь тоже острый поэтому достаточно эффективно режет как это так и это здесь также заточка не на все лезвие то есть здесь кусок не заточен и здесь кусок не заточен следующий нож у меня вот такой ему три года этот нож боевой он во многих местах побывал в том числе на море отличается от предыдущего ножа сталью ну и сроком то есть тот нож был мало использован а этот нож очень много использовался он уже неоднократно я его перетачивал подтачивал в том числе правил серрейтор вот пробуем что получилось отлично режет серрейтор ну тоже отлично режет вот если нож правильно правлен он отлично режет еще нож у меня вот такой этому ножу четыре года ну использовался он тоже не очень много у него заводская заточка как серрейтора так и плейна попробуем здесь тоже плейн можно было о серрейтор можно было сделать больше продлить его здесь и здесь эта часть и эта часть не работают ну пробуем как сохранился итальянские ножек ну неплохо вполне неплохо режет серрейтор ну то же самое чувствуется конечно что их уже надо бы подправить но в принципе пока достаточно эффективно можно работать за один рез если нажать посильнее за один рез в принципе можно отрезать легко следующий нож тоже итальянец вот такой вот он повидал и крым и рым ему уже больше пяти лет не могу сказать точно могу потом уточнить у хозяина но больше пяти лет это точно плейн неоднократно правленный заточенный я не знаю передает ли видео это все вот видно что тут все это шаркалась какими-то напильниками ножнаками шкурками не знаю чем вот ну человек правил пытался точить и так далее серрейтор ни разу не точеный видно по нём что у него состояние такое вот нехорошее как он будет резать я не знаю пробуем плейн режет не очень хорошо но режет теперь серрейтор ну соответственно по состоянию видно что он в нехорошем состоянии соответственно и режет он мягко говоря так себе следующий у нас дайнемо 1 и 8 миллиметра он очень жесткий твердый он плохо режется посмотрим как наши ножи справятся с ним первый нож новый плейн режет не очень уверенно но режет теперь серрейтор не вообще невозможно резать он просто застревает между зубьев и все удержать его невозможно то есть вот просто так легко как его не не порежешь вообще он вообще не режет он выдергивает из рук если не давить не сильно ну тогда он вообще бреда никакого не причиняет даже не размахрился то есть вот такой серрейтор это это г это нехороший серрейтор так следующий ножик год которому пробуем плейн след оставил но не отрезал давить приходится очень сильно тяжело удержать ну короче заточен он отвратительно дайна ему он просто не вернет вот отрезал всего-навсего 5 минут времени и отрезал пробуем теперь серрейтор он должен резать немножко получше да чуть чуть лучше но тоже за счет то что он короткий и насечки достаточно глубокие не очень удобно им резать но режет следующий нож которому два года пробуем плейн ну достаточно неплохо в принципе можно было отрезать за один раз вот так вот серрейтор вырывает из пальцев ну хуже но режет плейн плейн переточенный режет отлично серрейтор тоже правленный пробы ну ну относительно неплохо хотя ну плейн режет лучше и и плейн и серрейтор уже правленные и плейн и серрейтор уже правленные дальше итальянец четырехлетний плейн плейн ну режет не очень хорошо потому что четыре года не точеный но тем не менее режет серрейтор серрейтор режет гораздо лучше если плейн подправить то в принципе и плейн будет резать отлично ну и последнее старичок я сомневаюсь что он вообще сможет отрезать такой линии вот у него и здесь заточка плохая и серрейтор весь уже изношенный ну попробуем может быть что-то получится ну в принципе пять минут работы и порезал серрейтор я думаю не отрежет вообще ну размахрил но очень тяжело удержать приходится очень сильно давить потому что если не давить прощение ну вот немножко обшаркал и вот центральная нить центральная нить еще вот осталось внутри центральная жила вот если видно вот еще пучочек отрезал ну в общем отвратительно плюс еще стропорез на ноже для подводной охоты я считаю зло когда стропорезом цепляешься он не режет сразу такие вот линии он не перерезает выронить нож из руки запросто то есть человек рассчитывает на то что он будет резать а у него нож дергается и выскакивает как стрела из лука улетает из руки поэтому такие вещи я считаю для ножа на ножах для подводной охоты просто недопустимы испытание синтетическая веревка такой вот шнур 8 миллиметров диаметром не уверен что такие вещи часто попадаются под водой но как знать возможно кому-то придется работать с такими вещами мне пока такие не попадались попадаются в основном тонкие шнуры хозяйственные ну либо такие вот линии то есть где-то там ну миллиметров обычно до 3 толстые такие пока мне не попадали ну по крайней мере резать попадались мне и толстые конечно и троса металлические но резать такие мне не приходилось ну посмотрим как ножи справятся с этим испытанием первый нож новый маленький с неправильным серрейтером и нехорошей заводской заточкой но я чувствуется пальцем что она не очень острая не уверен что он вообще справится ну посмотрим пробуем ну на удивление шустро отрезал такая веревка для такого ножа я думал будет вообще не по зубам нет отрезал теперь серрейтер ну этот я думаю серрейтер не справится с таким с такой веревкой ну на удивление грызет херово ну размахрил все но отрезал но отрезал на удивление отрезал следующий нож ну тоже я думаю ему будет сложно справиться плейн режет плохо долго но режет серрейтер это заводская заточка и заводской серрейтер серрейтер пробуем ну похуже за три раза но тоже достаточно неплохо следующий нож трехлетний и моя заточка на серрейтере и на плейне посмотрим как он справится ну очень неплохо серрейтер тоже достаточно неплохо не за один взмах но режет режет уверенно не махрит а именно режет и серрейтер и плейн и серрейтер следующий у нас четырехлетний итальянец не подточенный ни серрейтер ни плейн пробуем плейн отлично режет не с одного взмаха но режет уверенно серрейтер ну приблизительно так же то есть достаточно рабочий нож несмотря на то что ему много лет и он еще ни разу не правился ну и теперь старичок сомневаюсь что он справится с этой задачей ну пробуем плейн режет не очень хорошо но режет серрейтер цепляется а вот это вот фигня просто цепляется и мешает резать вот вот опять та же ситуация ну в общем справился не очень эффективно но тем не менее перерезал вот старичок с правленным лезвием и неправленным серрейтером для чистоты эксперимента попробую еще порезать леску ну то что у меня оказалось под рукой леска 0.4 ну нормальная достаточно прочная леска то есть руками ее так запросто не порвать ну для симуляции попробуем как ножи справиться с ней новый нож плейн ну не очень эффективно серрейтер вообще отвратительно он цепляется короче он не режет он не режет поход целую вот но вырывает просто ее из рук то есть если конец зафиксировать нельзя оба конца нельзя жестко зафиксировать то он вообще не режет короче я не буду мучиться не эффективен такой серрейтер не эффективен дальше вот такой вот нож пробуем плейн пропустим это место не эффективно для такой тоненькой лески приходится делать столько движений это неэффективно пробуем серрейтер ну блин тоже неэффективно да порезал но такую леску должен резать за одно движение следующий нож двухлетний неправленный с заводской заточкой как серрейтер так и плейн плейн отлично режет вообще на пол взмаха серрейтер 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 не хочет резать вот так вот за несколько движений цепляется но режет плохо следующий нож боевой правленный и серрейтер и плейн проверяем плейн одно движение легкое нажатие все проверяем серрейтер то же самое вообще без усилий так так итальянец четырехлетний плейн ну не очень хорошо ну они он уже подтуплены немножко поэтому это чувствуется серрейтер одним движением но не очень классно режет ну режет ну и боевой итальянец старичок отлично плейн отлично серрейтер серрейтер тоже неплохо ну вот эксперименты закончены ты видел все сам я сейчас попытаюсь подвести какие-то итоги какие выводы я делаю из этих экспериментов первое плейновая заточка более универсальна раз второе плейновая заточка легче проще восстанавливается легче сделать это самому и проще найти мастера который может сделать это качественно с заточкой серрейтера возникают проблемы соответственно плюс серрейтера какой серрейтер служит дольше чем плейн он дольше не тупится он дольше работает следующее ножом для подводной охоты приходится не только резать приходится колоть то есть чтобы обездвижить добычу рыбу в данном случае приходится колоть и любые выемки выступы на лезвии они мешают и даже серрейтер частенько создает определенные проблемы особенно если серрейтер неправильно вот кстати хочу обратить внимание что серрейтеры тоже бывают ну как это назвать правильно и неправильно то есть серрейтеры которые режут эффективно и хорошо и серрейтеры которые только мешают как правило на дешевых ножах серрейтеры они неэффективные они только мешают то есть половина ножа она не работает вот хороший серрейтер да он режет хорошо и правильно но все таки он обладает определенными минусами которые я уже озвучивал и поэтому плейн для подводной охоты все таки предпочтительней ну вот такие вот дела я думаю что америку я конечно не открыл но вполне возможно для кого-то это будет что-то новое и заставить задуматься в общем не важно что у вас за нож важно как вы его применяете насколько он подходит к вашей подводной охоте мой выбор плейн однозначно плейн но так как сейчас практически невозможно купить нож с обоих сторон чтобы имел плейновую заточку ну приходится приспосабливаться и учиться точить серрейтеры по крайней мере если не перетачивать то хотя бы подводить их до остроты в которой они позволяют эффективно резать то что приходится резать на этом я заканчиваю кому понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии кому не понравилось ну кричите шумите ругайте я не против все всем добра и удачных охот